Всем привет! Сегодня хочу поговорить о том, как же самостоятельно вытянуть себя из пучинной линии, прокрастинации и так далее, и всех этих моментов, когда мы бодренько работаем какое-то время, а потом проваливаемся куда-то в бездну. Первый мой совет, который я хочу дать и себе, и тем, кто меня смотрит, это дойти до дна. Мы перестали делать дела, залегли на диван с сериалами, просто серфингом в интернете, игрушки, всё что угодно. Я всегда стараюсь, ну как стараюсь, я всегда дохожу до самого дна, чтобы дна была легче оттолкнуться. Потому что если вы чуть-чуть зайдёте, но потом чуть-чуть попробуете себя как-то вести в колюю, то у вас не получится ни отдохнуть, ни, собственно говоря, нормально начать работать. Поэтому в данной ситуации, ну как бы дойти до дна в плане того, что позволит всё, что вы хотели себе отдохнуть. Да, скорее всего, такие ситуации возникают, когда вы очень давно не отдыхали полноценно. Второй. Найти причины. Потому что в любом случае у этого состояния есть причины. Лично для себя я выделяю три основных причины, которые могут привести к этому состоянию, не включая в это банальную усталость, когда вы просто слишком много работали, мало отдыхали, и теперь у вас такое состояние, потому что просто организм нужно отдохнуть. Я имею в виду такие достаточно глобальные причины, которые могут ввести в это состояние. И первое из них — это когда действительно что-то произошло. То есть бывают такие ситуации в жизни, которые выбивают вас из колеи. Вот вы нормально себе жили, спокойно, и вдруг какая-то новость просто вышибает вас. Вот бывает такое. В таких ситуациях я обычно позволяю себе просто пережить это событие, потому что некоторые вещи нужно просто переварить. То есть с чем-то нужно смириться. Если эту ситуацию можно разрешить, лучше её вот разрешить. То есть зачастую просто эти ситуации нужно пережить, чтобы опять жить заново. Если вы не можете никак решить эту ситуацию физически или морально, то есть вы не в силах что-то изменить, очень помогает вольное письмо или утренние страницы. Они очень по-разному называются, но вся суть их в том, чтобы переносить всё, о чём вы думаете, на бумагу. Ну вот просто писать, вот как вы думаете, можете без знаков припинания, абзацев и всего чего угодно. Вам просто нужно ваши чувства, эмоции, всё это вылить на бумагу, именно на бумагу, не печатая на клавиатуре. А сам этот процесс помогает освободиться от тяжёлых мыслей, переживаний. То есть они у вас остаётся, вы остаётесь при своём мнении. Это событие травматичное, которое, к примеру, у вас произошло, оно остаётся в вашей памяти, но оно приносит вам меньше вреда в данный конкретный момент. То есть да, оно было, но сейчас оно не отрабевляет вашу жизнь и не парализует вас. Вторая причина, по которой вы можете впасть в это состояние, это недостаток энергии. Банально, ну о поддыхе я уже упоминала, но есть ещё две причины, по которым у вас не может быть энергии. И одна из них — это болезнь. Да, к сожалению, все мы болеем, все мы, к счастью, выздоравливаем, но такое бывает с каждым, даже с суперпродуктивным человеком, с супериммунитетом вы можете заболеть. Вторая причина, по которой у вас нет энергии — это воспаление хитрости. Ну, в плане того, что вам просто кажется, что у вас нет энергии. Ну, вот просто. Ну, вот в какой-то момент вы решили, что вы не можете это делать, вы не высыпаетесь, вы не можете. И в этом плане я советую быть немножко жёстче с собой. И, во-первых, всё наше тело подчиняется нашему мозгу. Если вы своему мозгу, то есть, точнее, мозг внушает своему телу, всему остальному телу, что у него нет энергии, у него не будет энергии. Да, есть объективные причины, по которым у вас нет энергии. Да, возможно, вы плохо спите, плохо кушаете, мало двигаетесь. Вывод. Нужно немножко лучше спать, постараться лечь немного раньше, не есть так много фастфуда, жирной пищи и так далее, и всё-таки выбраться на прогулку. Ещё одна причина, по которой вы можете выйти в этот пикерий или в совершенную прокрастинацию, это потеря цели жизни или вообще каких-то жизненных ориентиров. Такое бывает у каждого. Особенно часто это бывает, когда у вас жизненная цель какая-то очень большая, и вы к ней идёте, идёте, стараетесь, но ничего не происходит, потому что ваши широчки очень маленькие, вы как бы приближаетесь к ней, но не особо. Либо вы вообще просто потерялись, вы не знаете, чего вы хотите, не знаете, куда вы двигаетесь, потому что вы куда-то двигаетесь, но вроде как немножко не туда, а может всё-таки туда. Ну, в общем, первое, что я могу посоветовать, это опять-таки писать. Ну, вот просто писать от себя свои мысли. Это очень помогает прояснить своему. Даже если у вас ничего не случилось, как вам кажется, у вас ничего не случилось, у вас ничего не происходит, пишите всё, что видите, всё, что знаете, просто пишите. Вы можете об этом подробнее прочитать у автора Джеймс Кэмерон. Она автор книг «Право писать», «Путь художника». Она считает это полноцей от всего, и, в принципе, я её поддерживаю. Есть ещё один очень хороший способ, это составление двух списков. Вы садитесь и пишите, что будет, если вы вообще ничего не будете делать. Вот просто оставите всё как есть, ну, вот, не будете прикладывать никаких сверхусилий, что будет там с вашим здоровьем, психикой, семьёй, работой и так далее. Вот, ну, какие у вас пункты есть, такие пишите. И второй список составляйте, что будет, если я буду делать малейшие шаги, даже вот, малейшие какие-то шаги в сторону улучшений. Не то чтобы своей цели, а улучшений просто. Пишите этот списочек. И тогда, ну, у вас появится такая мотивация, у вас появится не то что цель. Ну, вот, да, цель улучшений каких-то появится, но у вас тоже картина мира немножко прояснится так. Третье — это взять под контроль хотя бы одну вещь. Наш мозг устроен так, что когда мы теряем контроль над ситуацией, мы начинаем очень сильно паниковать. У нас повышаются гормоны стресса, мы, ну, такие расшатанные становимся, не сконцентрированные, мы не можем ничего делать. И как раз-таки это прекрасная почва для того, чтобы впасть в прокрастинацию, в лень. Полезно, когда вы в таком состоянии взять, ну, как бы, контроль хотя бы над одной вещью. Да, вы не можете контролировать действия других людей, вы не можете контролировать погоду. Это, не знаю, экономическую ситуацию. В общем, каждый из нас может что-то контролировать и не может контролировать еще кучу вещей. Но может контролировать свой распорядок дня, он может контролировать, вы можете контролировать свой список дел. Примите какие-то небольшие решения и начните это делать. Это вам даст такой сильный толчок и какую-то почву под ногами. То есть четвертый — это ранние подъемы и зарядка. Это то, что помогает лично мне, но, надеюсь, вам тоже поможет. В плане того, что заряжают мне энергией, конечно, очень хочется спать. Итак, пятое, заключительное. Когда вы все-таки вышли, встали, старайтесь, во-первых, не приближаться к кровати. И уговорите себя заняться, к примеру, работой всего 15 минут. 15 минут — это не так уж много и не так уж мало. То есть за 15 минут вы что-то можете успеть сделать. К примеру, забрать почту, ответить на пару писем. Или набросать план презентации. Или, не знаю, просмотреть лекцию. Все, что угодно. На 15 минут — это очень даже ничего. Но уговорить себя на 15 минут поработать — это гораздо легче, чем уговорить себя поработать 5 часов подряд. 15 минут, потом еще на 15 минут. Ну, вроде нормально, можете увеличивать время. И так вы просто втянетесь. Увидимся совсем скоро. Пока-пока. Пока-пока.